Всем привет, это вопрос-ответ и извините, что настолько задержался. Я не буду тянуть, поэтому начнём. Сколько мне лет? Мне 12 лет. Любишь меня смотреть? Да, я люблю тебя смотреть. Какой любимый блогер? Ну, я люблю Милану Филимонову. Ну и всё. Как зовут собаку или кошку? Котов. Кошек у меня нет, только коты. Это Тимоха, Лёва и Кузя. А собаку зовут Рекс. И последнее. Какие глаза? Глаза у меня зелёные. Я из Луганска. Люблю твой канал и очень хорошо отношусь к принцессе Каденса. Она мне кооценила, но она не прям моя самая любимая принцесса. Любимый предмет в школе это физкультура и изобразительное искусство. Любимая игра? Роблокс и Катя Круп. Смотришь аниме? Нет, аниме я не смотрю. Любимый сериал, кроме МЛП? Ну, я даже не знаю, у меня нет любимых мультсериалов, кроме МЛП. Наверное, Скачный Патруль, но и то я его редко смотрю по телеку, если его показывают. И то, если у меня телефон сел или ещё что-то, потому что я другими не увлекаюсь сериалами. В странах я не была никаких. Я даже из-за границы города не выезжала никогда. Или даже если выезжала, то он туда был маленький. Нет, не выезжал. Пицца или бургер? Бургер, потому что бургеры мне больше нравятся, чем пицца. Сладкая или солёная, конечно же, сладкая. Пифагоровые штаны. Я не буду продолжать, потому что я знаю этот прикол. Я лучше промолчу. Влюблённых пони у меня нету. Влюблённых персонажей у меня тоже нет, есть только любимые. Какие языки лучше, украинский или русский? Ну, я не считаю никакие языки хуже, лучше, потому что я вообще не лезу вот в эту политику и всё такое. Мне кажется, что все языки по-своему хороши. Но я говорю на русском языке. Но иногда могу говорить на чуть-чуть украинском. Ну, там фразы какие-то или ещё что-то. Любимые цвета это голубой, розовый, фиолетовый и чёрный. Какие ты любишь музыки больше всего? Я люблю MLP и немного скачан и патроны. Канал на ютубе я начала вести благодаря Ане. Короче, у меня был обычный аккаунт. Я один раз написала комментарий под каким-то видео, по-моему, даже не под Анину видео. И, короче, мне творческие мысли пишут, типа, то, что она на меня подписана. Я такая, типа, ну, ладно, какая-то девочка, подпишись на меня тоже. А потом я начала её смотреть, заказывать у неё всякие эдиты. И мы хорошо с ней очень подружились. А потом она предложила мне создать свой канал. И поддерживала меня в самом начале моей, так скажем... Начало моей... моего снимания канала. Я не знаю, как это правильно сказать. Почему ты блогер? Ты пони-блогер, а не гачер. Ну, я не знаю, ты, наверное, новенькая на моём канале. Но я уже давно, много раз снимала гачи. Я люблю гачи. У меня даже есть второй канал для гачи. Какая твоя любимая еда? Ну, я могу сказать, какая нелюбимая еда. Я просто почти всё ем. Я, ну, помидоры там не люблю. Но моя самая любимая еда, наверное, картошка фри, там... Не знаю. Торты я люблю шоколадные. Ну, и то в маленьких порциях. Почему именно стартает любимая пони? Я не знаю даже, как я её полюбила. Мне она просто понравилась чем-то. Потому что она красивая, голос, красивый характер. И мне она так понравилась, что я просто... Она моя стала любимой пони. Почему твой канал так называется? Ну, когда мне было 10 лет, я очень сильно любила... Прям обожала Милан Фельмуну. Я её сейчас люблю. Но тогда я прям её сильно обожала. И где-то в 10-9 лет я мечтала о том, что я тоже, типа, создаю канал. И буду снимать про себя. То есть, как Family Box снимаю, так и я, типа, буду снимать всякие челленджи и так далее. Я начала об этом так сильно мечтать, что уже придумала название своему каналу. И поэтому я так и назвала свой канал. Потому что, типа, весёлый очень. И всё такое. И поэтому я решила, что для даже канала пони подойдёт такое название. Ты была на море? Нет, на море я не была. Как ты создала свою основу? Ну, я просто скачала картинку Starlight Glimmer с интернета. И обрисовала её под свои любимые цвета. А потом взяла и спустя некоторое время я решила поменять прическу. Потому что очень была похожа на Starlight. И мне это не нравилось. И я, короче, взяла и изменила на хвостик. Мои отзывы зовут точно так же, как и меня. Какой твой самый любимый праздник? Новый год, день рождения, 8 марта. Какие книги любишь? Я не люблю книги. Я их читала только по школе. И то мне некоторые совсем нравились. Но они что ли как бы более взрослые были. И немножко даже жуткая одна книга есть. Но мне она понравилась, в принципе. Вообще я из одной книги один раз чуть не плакала. Потому что я не очень такой любитель читать. Но мне было интересно узнать продолжение. Там, короче, немножечко жуткая книга была. И немножечко жестокая. Я в детстве из-за этого захотела, ну, заплакать. И просто я чуть не заплакала. Но потом я подочитала до конца. И там все хорошо кончилось. Меня это прям книга напугала. Если хочешь, я могу тебе потом... Я уже название не совсем помню. Но если хочешь, можешь потом в комментариях это попросить. Я напишу название книги. Любимую еду я уже сказала. Летала на самолете? Нет, не летала. Чем любишь заниматься в свободное время? Ну, рисовать больше люблю. Какие-нибудь поделки делать. Все такое. Хотела бы встретиться со мной вживую. Да, я очень бы хотела с тобой встретиться вживую. Что ты больше любишь? Рисовать арты или делать эдиты? Наверное, делать эдиты, потому что это легче. Потому что это мне кажется легче. Ходишь на какие-то курсы, кружки. Насчет кружков я не смогла себе найти нормальный кружок. Когда я была маленькой, я ходила на танцы. Там учить, там тренер. Короче, оказался не очень. Потом я ходила на пение. Потому что у меня громкий голос. Меня хотели отдать на пение. Я ходила на два кружка пения. Но мне сказали, что я обязательно должна на чем-то играть. Я оттуда, конечно же, ушла. Потому что вы сами понимаете, это тяжело и все такое. Потом мне, значит, я ходила на рисование. Мне сейчас хотели отдать на рисование, но тоже не очень как-то. Потому что там не учат, там больше учат рисовать, как яблоко рисовать, как блик делать. И, блин, ну это тупо. Как бы я и так умею делать. Я уже хочу как-то более, шо ли, чуть-чуть профессионально ходить. Потом я ходила летом, прошлым летом на плавание. Но из-за этого плавания я до сих пор очень часто болею. Потому что там вода ледяная была. Я не знаю, возможно, этим летом я пойду на другое плавание. И я еще хочу, возможно, пойти на, типа, анимации где. Ну что ж, последняя, последняя стопка вопросов. В городах, я уже сказала, никаких не было. Есть компьютер или ноутбук. Ноутбука и компьютера у меня нету. Только телефон. И планшет, но и то он сломанный. Моя мечта на ютубе это один миллион подписчиков. Ну и много друзей, конечно же. Как ты познакомилась с ютубом? Ну, я просто смотрела здесь фамили бокс, да и все. Просто был скачан на телефон, я смотрела. Мой любимый предмет в школе я уже сказала. Что ж, ребята, на этом все. И спасибо вам всем за просмотр. Вопросов, пожалуйста, больше не задавать. Потому что я уже ответила на них. Всем пока.